всем привет вы на канале 100 орхидей египетская сила меня зовут ольга я проживаю в московской области город подольск на самом канале я снимаю дневник архамана показываю всю мою орхидейную жизнь как я обустраиваю место жительства для этих прекрасных 100 орхидей коими увлекаюсь с 8 апреля 2020 года то есть получается три с половиной на данный момент года я увлекаюсь орхидеями под последним видео дневник архамана за декабрь первая часть не написали из-за ламп невозможно смотреть выключите выполняю вашу просьбу сейчас показываю без ламп очень короткий промежуток времени позволяет сейчас снимать при дневном свете орхидеюшки вторая была просьба это сказать название орхидей и здесь у меня даже венозника где-то нашли хотя я его не вижу и не понимаю чем речь и давайте я уделю буквально при вот три-четыре минуты быстро назвав сейчас название моих цветочек орхидей снежка ну тебя же как не показали конечно по традиции все снежка в кадре было теперь традиция исполнена и так это орхидея крупноцветковая цветок 11 12 сантиметров силки он это бегли в дозлинг кис какой-то он там очаровательный что ли поцелуй это орхидея седой граф эрил грейте и обиделся что я про него плохо сказала в прошлый раз смотрите все решил отсушить это орхидей к осло это орхидея сакура сказали почему вы ее не показали ну как же я же буквально вот в конце ноября и и показывала дневник архомана очень даже подробно она дорастила цветоносы то цветение которое весь год было отсушила и вот дорастила это новое повыше у нас каменная роза это номер два которая была куплена в глобусе обзор я показывала года два назад ниже спускаемся вот этот беглипчик он уже иринин он не мой я его просто временно держу себя это то ли спарклинг момент искрящие моменты то ли это пурпуррейн мы с ириной общались пытались сравнить у нее похоже есть беглип но все-таки чем-то они отличаются вы знаете ну низ не могу сказать пурпуррейн он больше каплями такими а искрящие моменты он именно искрами такими полосочками поэтому не знаю а название не было я покупала его из частной коллекции мне вообще сказали что черный шоколад обманули меня фотографию поставил показали другую он был белый там практически вот поэтому когда он распустился я поняла что это не моё очень красиво мне напоминает особенно в темноте сейчас фотографию вставлю треснутый зефир в шоколаде лунный свет так здорово падает на мою лоджию я подхожу и вот в полутьме вижу и вот ночью мне очень нравится и напоминает именно вот зефир в шоколаде черное с белым пониже беглипчик осенний ветер снежка привет так и хочет она к вам в кадр полюбила уже это беглип queen kiss поцелуй королевы так вот эта малышка муккала мультифлора ну а эту красотку я вам так по-царски представила уж столько ей внимание уделила это бабочка легато за легато уже цветает пенив достаточно часто его вам показывала это красавица нарбонная повыше бьямонт это также бьямонт дорастил какой цветонос над ним катрина кожистая такая орхидей к так здесь все ну и давайте перейдем на второй стеллаж это пилорик как я думала flash dance но оказался уже теперь наполовину и бабочкой стандартный скрапина очень крупный цветок 12 сантиметров это красавица бабочка little джем страйпс маленькие полосы там какие-то это манхэттен рядышком астрид еще baby face его называют так это подова похоже на нее под ней дарвин ну этот я думаю уже все определят даже начинающие знают это папайя очень дружно распускается бутоны все вместе не то что у подобное то чувствую хочет частями процвести кустик мне не даст уж как я ожидал от нее такого пышного букета но жмет она чувствую жмет прям даже вижу уже подсушивает свои цветочки видимо не распустит пока вот эти не отсушит выше глиб 1 его вам я показывала историю рассказывают самая первая моя орхидейка вот ей как раз три с половиной года на дней пастелла киев прям последние наверное денечки свои вот он держит цветение умничка мой просто и трудяшка и крупноцвет как я люблю это один из самых крупных биглипов до 12 сантиметров у него цветок такие орхидейки крупноцветковые называют грандифлора вот я их поклонник здесь у нас красавец блэкфейс первое домашнее цветение покупала его азиатским подросткам вот это орхидея жирона там горизонт дористил цветонос не покажут наверное себя да так но я же упрямо и все равно залезу очень хочется показать просто какой он вначале цветения вот этот цветок и похож был на папайю я вам показывала ой очень красивый так там рядышком скоро зацветет бухарест это первая вторая моя орхидея которая была куплена через час после беглипчика так ну и на самой верхней полке стеллажа это бабочка моя она без названия мультифлора который знаете я решила все-таки продать ну потому что чтобы покупать новые орхидеи мне нужно продавать старые и по финансовым вопросам и то что касается места поэтому долго думала но решила продам ее и вот скоро распустится еще одна бабочка рядом мультифлора что-то там розовая девочка пинг что-то такое очень красивая бабочка даже крупнее чем мультифлора ну вот и закончилась рубрика вопрос ответ вообще само собой у меня как-то складывается вот дневником архамана не было никакого плана вот оно как пошло так пошло когда я сняла самый первый выпуск я не думала что это станет такой традиции и вообще перерастет такую тематику моего канала снимать именно в качестве дневника как бы записки вот что происходит вот моей орхидейной жизни а дальше уже внутри самого дневника тоже стали определенные какие-то моменты повторяться да как вот традиции допустим снежка всегда что-то умудрилась такое интересное сделать или показать и я знаю что очень много любителей кошечек и хотелось также вас порадовать да и вот так получается что снежка в кадре у меня всегда а дальше стали задавать какие-то вопросы важные интересные под последним видео или повторяющиеся то есть и под старыми под новыми видео я решил на них отвечать буквально в следующих выпусках чтобы не забыть ну и вас уважить ну вот так мы поговорили больше об организационных каких-то моментах но в то же время я старалась чтобы у вас перед глазами была красивая картинка вся моя коллекция в конце первой части дневника архомана самые внимательные зрители наверняка увидели что и вторая полочка снизу у меня освободилась от орхидей я немножко так затронула уже тему обморожение корней зимний период на лоджии поскольку температура стала у меня опускаться ниже чем обычно из-за того что на подоконнике вот здесь теперь водрузила я стеллажи и таким образом поступление теплого воздуха из комнаты сюда на лоджию теперь затруднено как и поступление прохладного воздуха к нам в комнату страдать стали и мы стало душно более и орхидей ки им стало холоднее поэтому приходится теперь мне включать обогреватель но поскольку не могу его постоянно оставлять включенным он сушит воздух я решила все-таки убрать вот отсюда орхидей ки потому что температура здесь стала практически круглосуточно держаться в районе 18 градусов это очень холодно вот одну из орхидей я вам показала поднятых оттуда вот она это что-то типа пурпурдаст такая орхидей к ведь у нее все корешки там сгнили потому что система закрытая вода там остается либо надо было каждый раз доставать и сливать в общем в любом случае ей холодно цветоносик конечно она вытащила но при таких прохладных температурах совершенно не развивается сама орхидея поскольку нарастание листвы и корней в прохладных условиях практически невозможно или заторможено для нарастания листвы и корней нужна температура около 23 25 градусов то есть для цветения нужно понижение температуры а для наращивания корней и листвы повышение температуры в этом году прям зимушка зима посмотрите как замело у нас подоконники кошка смотрит и не представляет даже как за окном холодно в каком районе живет в тепле но подоконник этот теплый не переживайте я уже предвижу ваш вопрос что кошка замерзнет у нас там батарея жевает так так что там тепло поэтому она любит там сейчас сидеть я рада что она выбрала именно этот подоконник а на лоджию больше особо не лезет после того как разбила мне панно помните снежкин хулиганский поступок разбила она мне вот это панно мне посоветовали склеить замазать здесь краска и зеленый в общем как могла девчонки ну я рада спасибо что посоветовали я реально пошла вытащила просто этот пакет из мусорки благо там кроме бумаг ничего не было и успокоилась все-таки решила склеить вот собралась силами сегодня утром ну издалека так особо даже может ничего и не видно вот такой красивый павлинчик у меня теперь так ну поменяла я как видите здесь еще декор мне кажется так интереснее стала поставила хую вот и подсветку я там сделала а сюда на столик сейчас пойдет фигурка которая делает моя дочка я и помогаю нам на годовщину с мужем ну вот довели до ума поставили как раз на столик вот такую парочку дочка шила мне конечно я помогала сложная достаточно работа покупали набор специальный вот там все нужно было выкраивать шить самим ну вот так выглядит сейчас мой уголок к сожалению уже стемнело до день короткий световой что делать поэтому пришлось и подсветку опять включить прошлом выпуске показала кашпо вы такие ажурные белые покупала на вайлберис решила заказать еще одно то есть прежде чем я показала я успела сделать заказ и узнаете так обидно их там больше нет и мне пришло вот такое разбитое но очень жаль очень 18 декабря увидела роспуске сразу нескольких орхидей и сейчас перед вами одна из самых уникальных орхидей но на мой взгляд не менее уникальная чем легато ангел оптимистик такую орхидей q сейчас ну честно сказать не встретить ну по крайней мере я не встречала на youtube ни у кого в обзоре конечно я не могу всех блогеров орхидейных отследить возможно я просто мне не попадалось ну и соответственно не на продаже у меня это азиатский подросток был не на продаже у европейцев не у азиатов я ее тоже не встречала достаточно крупный орхидей к вот она только распустилась сейчас наверно сантиметров она 9 вот потом она будет побольше до десяти с половиной сантиметров вот такая орхидеюшка уникальная детку которой я обещал один очки за вот ее вот этот подарок орхидею бабочка кстати она начала доращивать цветонос ну конечно уникальная орхидей к эту орхидей q я отлично показала в предыдущем выпуске со всех сторон сейчас уж не буду на ней останавливать внимание а давайте покажу следующий роспуск открыла сразу два цветочка орхидея карина она же golden river она же что там еще африканский закат вспомнила что просили отключать лампу поэтому отвлеклась и так все три названия вам ее сказала она красавица у нее также три цвета персиковый желтый и розовый присутствует в расцветке и они так играют между собой что не понять границ очень люблю вот такой сложный цвет трехмерный красавица тоже пока не крупный цветочек что-то она у меня знаете после пересадки как-то вот в корни в листья но не в цветы ну и молодец ничего наращивать я думаю что дорастит она их так что же еще лека fantastic я не показала причем знаете пропустила вот этот цветочек не сегодня распустился а так вчера по моему или позавчера сегодня вот этот смотрите какой красивый насыщенный цвет так покажу этот уже чуть чуть прям побледней а этот аж яркий яркий как красиво и вот здесь я сначала ахнула думала батюшки это что бабочка что ли потому что ну как-то похоже посмотрите рюшки здесь потом мутация цвета такая вот более яркая и но защипчиков я не нашла трогаю не защипчиков нет ну хорош интересно как выглядит бабочка лека фантастика наверное вот что-то такое похожее есть а еще вы знаете я вот не показала когда этот бедливчик распускался именно вот этот цветок 2 это было так красиво на контрасте какой был яркий давайте покажу вам ставлю тут эпизод не знаю будет ли видно на камеру но в реальности вот этот цветочек убегли по только что распустившиеся видно он еще маленький такой насыщенный по сравнению вот с этим цветком с первым это такой бледненький а вот этот темный вот так давайте на дневной свет поверну к окошку ух ты какая красота этому бегли первый я его так зову до сих пор он без названия у меня но их же много таких сиреневых орхидей поэтому поди пойми беглиб я так считаю это тоже мутация как бабочка бывает пилорик и беглиб то же самое в этом я убедилась на моей орхидеи поставила кис потому что вот прошлом домашнем цветение один из цветочков процвет стандартной кубкой маленькой я обалдела каш красота такая была невозможная тех пор я поняла как-то для себя сделала вывод что бегли по это мутация какой-то орхидейки определенные поэтому вот таких сиренев уже ну миллионы пойди пойми какой этот единственное что я помню это орхидейка плава gmp купола в пятерочке за 344 рублей 8 апреля 2020 год вот мой такой самый первый беглиб и самая первая орхидейка ну и возвращаясь к распускам сегодняшнего дня это орхидейка первая-вторая как я говорю это будапешт или бухарест слушайте в столице сама опять забыла каждый раз забываю бухарест да бухарест потому что муж не купил одну через час вторую историю постоянно рассказываю вам вот это и есть вторая орхидейка после беглипа бухарест цветет она у меня всегда обычно к весне тут что-то вот решила вот так вот перед новым годом ну и пожалуйста так ну и вот туда хочется залезть подлезть я вам показывал один цветочек он уже 2 посмотрите какой крупный ох какой красивый это горизонт он хорош не могу невероятно он вот на фоне всех орхидей посмотрите такого цвета не найти такой насыщенно мандариновый мандариново-папайный так хочется сказать после вот этой орхидейки да да вот они все-таки похожи между собой согласитесь не часто такой цвет вот встретишь очень интересный такие два огонька у меня рыженьких так ну кого еще не показала бабочка то вот распуска орхидеи же первое домашнее цветение покупала подростка в леруа мерлин ой в торфеном стакане сейчас покажу первое домашнее цветение орхидеи бургундия и чтобы показать эту красотку мне пришлось залезть аж на самый верх вот такая красота посмотрите какое не свечение из центра цветочек некрупный это мультифлора но какой невероятно красивый нежно-сиреневый оттенок при этом изнутри у нее такое желтое свечение идет и кубка то красивая вы знаете с подсветкой как-то она мне даже больше нравится поэтому я сейчас включу так а здесь у меня решила резко цвести орхидеи катрина сморчок да вот так все таки интереснее смотрится орхидеи бургунди очень красивая я себе продублировала этот сорт купила по акции в джимпи летом прошлого 22 года но знаете там не не выжила все-таки те орхидейки очень многие у меня были с проблемами в итоге я рада что вот этот подросток мне попался в леруа мерлин так что вот в торфяном стакане знаете пересадила тут же и она отлично прям как пошла расти вон у нее какие корни там ухо на все все у меня там в корнях он у нее там такие корни ух вот никак не дождусь орхидея шанелла да она ли и даже убедиться не могу не знаю еще один цветочек последний уже распуск сегодняшнего дня прям ахнула утром как увидела это орхидеи янг хум принцесс она еще пока маленькая вот только-только раскрыла цветочек она дорастит еще свои питалии будет такая красивая большая лапочка принцесс очка вот с такой красивой гроздочкой всегда очень аккуратная красивая гроздочка у нее цветочки располагаются так аккуратно лицом к зрителю все вот так они близко друг другу она прям ну молодец очень благодарная орхидея шка янг хум принцесс вот этот огонек продолжает раскрывать это остался последний вот бутончик так что посмотрите если кто захочет купить кому понравится но пожалуйста забирать ее придется вам либо ко мне приезжать ну максимум в москву я попрошу мужа подвезти там к метро царицына но это так чтобы знаете прям надежно чтобы было по стопроцентной предоплате сразу говорю о том повезет в мороз а там никто не придет меня уже всякие случаи были поэтому извините меня все знают и репутация мне моя дорога вот а я особо если незнакомые люди то вот так вот поэтому посмотрите если понравится вот купите пока она цветет вон у нее корешки такие вот все она в корешках очень красиво орхидейка она цветет и цветет те кто мой канал смотрят наблюдают постоянно по моему она мелькает своим цветением в кадре и вот это вот 2 орхидеюшка будет тоже как раз пустятся посмотрим убедимся что это бабочка вот это pink sunset girl что-то такое по моему это тоже красивая бабочка вот они две пойдут на продажу потому что у меня скоро еще придут подростки крупноцветы ну что ж до встречи следующем видео я планирую обязательно выпустить его сейчас дождусь распуска полного всех моих орхидей и будет такое красивое предновогоднее видео с полным цветением всех моих 100 орхидей вам я желаю счастья мира добра любви и улыбок пусть всегда в ваших домах царит мир и покой все мы молимся об этом богу счастья вам мира и добра